Русский охотничий журнал О складных ножах Складные ножи никогда не были моей сильной страстью Их у меня почти нет А вот у Глеба они есть Давай, Глеб, попробуем поговорить о тех ножах Тут, наверное, надо начинать вообще с увлечения ножами Потому что первый нож, который появлялся в советское время у Матишки Всегда был складным Ну да, других и не было Поэтому я сколько помню себя с детства То есть как только я себя помню Но стал ощущать и запоминать То я помню, что у меня всегда был нож То есть это пришло от дедушки С которым ходил на рыбалку Еще что-то Но всегда ходил нож Всегда был складной нож И потом это у меня была уже мания Поэтому я приезжая в любой город В том возрасте Как бы вот взросление Школьные годы Я первым делом шел в хозяйственный магазин Посмотрел, какие ножи складные там продаются То есть у меня уже так на тот момент Была такая небольшая Коллекция назвать тоже нельзя Но я старался те ножи, которые мне нравятся покупать Многопредметники Там белка знаменитая Там еще какая-то И вот с тех лет На последней выставке Я вот просто Ну вот Просто вот руками я тянулась Купить на каком-то из развалов Старый Белка должна быть А там кстати была новая техно-белка появилась Которая реинкармация уже современных стали И современных материалов И именно вот Какая-то из наших фирм Сделала вот такой проект И она продается И сейчас можно купить Вполне себе Ну новую белку Надо брать Да Ну так и рассказывали Про ножи Ну вот Начну наверное вот с этого ножа Который наверное еще у меня остался Вот с тех самых Детских времен Это вот Единственный нож Который вот видно Что он сточен Это вот Белка это не назвать Тут рыбки какие-то нарисованы Но таких ножей выпускалось много Стоил он На тот момент Чего-то Рубль пятьдесят что ли По-моему Тут затернул немножко Ну где-то вот рубль пятьдесят По-моему да И вот Это была какая-то углеродка Покрытая хромом Видно вот здесь вот Ну Этим ножом мы играли в ножики В известные там на земле Там В захват земли Да Кидали Научились кидать Дерево Причем Причем Пагубно Для этих ножей Потому что Чаще всего эти ножи Разлетались в клочья После нескольких Плохих попаданий Играли вот в такую игру Когда вот так вот Ставили на стол Да У нас еще в детстве Какой-то был стол Деревянный большой И он не может Прознались Что надо было Отпоткнуть Он вот так вот Открутился И он втыкался И потом еще пальцами Кто больше наберет Этих очков Ну вот это вот Нож из детства Который остался И Такой Ну вот Уже раритет Хотя до сих пор Острый Вполне себе Хорошо точится Вот Что касается Складных ножей Сразу наверное Можно сказать Об охоте О поле О путешествиях Вот В начале 90-х Когда я еще Был на практике На Камчатке Вот Снежных баранов У меня геолог Разделал Вот таких ножом От начала до конца Вот именно таким Вот прямо Вот прямо Вот То есть у него Другого ножа И не было С собой Не то что там Геолог брутальный С большим ножом Нет Вот обычный Складник Вот таким Складником Он просто его Разбирал Вот по кускам Чтобы вынести В лагерь Вот Именно вот таким ножом Дальше Потом Все-таки Наш рынок Стал насыщаться С зарубежными ножами Появились какие-то Ножи в фильмах Такие причем Знаковые ножи Появились Ножи с дыркой В клинке Спайдер Кознаменитой Да Какие-то полицейские Там вот выхватывали С таким эффектным Щелчком Пугая Пугая Каких-то Бандюков Перерезая Какие-то там Веревки Еще что-то Вот И Вот они у нас Появились Да И причем стоило На тот момент Они порядка Там Сто с небольшим Доллар По-моему Ну где-то Ну как в Америке Так у нас Они стоили Примерно одинаково А сейчас Сто дороже? Да нет Цены-то Те же примерно Остались Может чуть-чуть Если подросли За счет материалов Каких-то Которые они Применяют Новые И Помню Что после каких-то Вот захотелось Мне Нож с дыркой Вот Ну почему-то У тебя здесь У меня их несколько Да И вот На тот момент Я почему-то Меня Вот этот Остроносный вариант Спайдерка Полис Или там Спайдерка Милитари Которые были Популярные Они меня не привлекали И тут я случайно Не Я поехал специально Куда-то в Митин В какой-то Магазин Еще интернета же Не было тогда Толго Да Я поехал Вот Не помню Откуда я взял Про существование Этого магазина Я поехал Куда-то в Митин Какая-то лавка была И я Захожу туда И вижу нож Который Вот он Вот Как бы Классические обводы Вот из этого Спайдерки Вот Таких Вот Вывертов Вот такой вот Нож Который Долгое время Был у меня Карманным ножом Это Спайдерка Уэйн Гадард Из стали АТС-55 Японской Вот Такой Более-менее Классический Вот Формат Ножа Но С дыркой Которая Однорукая Однорукое Открывание С бэклоком И он Плоский Очень хорошо Лежит в кармане Его он Просто не замечаешь Вот Очень долгое время Этот нож Был у меня Единственным Карманным ножом А сейчас Это уже Перешел в разряд Реракетов Поэтому Вот такой вот Нож Моей Ну не коллекция Скажем так Он уже Перешел в разряд Заслуженных Уважаемых Потом Была версия Ну все-таки Этот нож Для города Он нормальный Но вот Поскольку Приходится часто Бывать в местах Где к ножам Относятся Не то что Осторожно А скажем Опасливо Где происходит Служба безопасности Федеральная служба Охраны Милиция Они как-то Очень так Вообще К ножам Относятся плохо А тут Все-таки Такой достаточно Полноценный Нож Я решил Приобрел Помнится Это называется Спайдер Конейтив Их несколько Моделей Ну вот Модель из ВГ-10 Меня тогда С такой Толстенькой Рукояткой Удобной Не понравилось И тоже Этот нож Долгое время После вот этого Был постоянно У меня в кармане А ты его Просто выбрал Из-за того Что Клиночек Короче Клиночек Короче Ну и Такой Тоже В принципе Он Понравился Мне своим Дизайном Формой Ну Спайдер Конейтив Это тоже Потому что Если бы он Не был так популярен Ну я не стал Убегать Агрессивно На них Ну вот Тем не менее Такой вот Случай С этим ножиком Был Вот Скажем С Паучками Можно сказать Все Дальше Один из Моих Любимых Ножей Которые Тоже Появились На нашем Рынке Ну Этот Легендарный Нож Который Наверняка Есть А Пардон Да Паучками Оказывается Еще не Все Это Вот Знаменитый Да Спайдер Конейдуро Я не знаю Вот Поначалу Он Мне не глянулся Совсем Вот Не дизайн Вот Этот Горб Какой-то А потом Сейчас По-моему Все такие Стали Нет Это Спайдер Каполис Эндуро Чуть Такой Более Гражданская Версия Милитарь Они Все Вот Такие Вот Такой Дизайн У них Примерно И остался Отличаются Только Марки Сталей Спуски Разные Бывают И Разные Рукояти Вот И Этот Нож Я Случайно Просто На какой-то Выставке С такой Рукоятью Очень Достаточно Удобный Шуршавый Такой Здесь Такая Насечка Очень Удобная Я Его Взял В руки И понял Что Хочу Хочу Просто Чтобы У меня Был Такой Нож Я Его Купил При этом С таким Ножом У меня Была История У меня Был Другой Нож Изначально Изначально Это Уже Была Спайдер Кэндуро Из Стали А Здесь Про Сталь За ДП189 Это Японская Порошковая Сталь По составу Углерода Практически Чугун Но Тем не менее Она Отличается Хорошим Резом Долгим И Здесь Была История Что Этот Нож Я Буквально Два Года Назад А Я его Купил Тоже Подержанным Уже Каким Переточенным Десектом Неважно Каким Поминенным Осью Клинка Какая Это Была Предыщая Владельца Какая Доработал И Этот Нож Долгое Время Я брал С собой Как Второй Нож В поле Ну Карман Нож Который У меня Постоянно Лежал В кармане Куртки И Здесь В Москве Я Случайно Вынимаю Его Из Куртки Он у меня Цепляется Падает На кафельный Пол И В сложном Стании У меня Ломается Клинок Разлетается Причем На три части Вот Ровно Пополам Вот так И Я Так Зачал Недумение Ну Нож Жалко Причем Нож Скажем Недешевый Там Порядка Что-то Там Двухсот Долларов Сейчас Стоит Вместо Восемьдесят И Я думаю Что же Делать Ну Сломался Сломался И Тут Я Начинаю Изучать Интернет Понимаю Что Спайдерка Вроде Бывает Какую Гарантию На Своем Ножи Вот И Я Делаю Фотографии Ножа Фотографии Скола И Пишу В Поддержку Фирмы Спайдерка В Америку Они Говорят Присылай Я Отправил Самый Дешевый Там Посылкой В 500 Рб Нож В Америку И Через Две Недели Получаю Новый Нож Извини Что Извини Что Той Модели Которая У тебя Сломалась Мы Уже Не Упускаем Но Абсолютно Такая Просто Здесь Спуски От Этот нож Я тоже Беру С собой В качестве Второго Ножа В поле В качестве Такого Классного Резака Для Каких-то Таких Срочных Целей Когда Нужен Постоянный Острый Нож То есть Я его Не так Сильно Нагружаю Как Другие Ножи Но В качестве Второго Ножа Складного У меня Есть Дальше Наверное Стоит Остановиться На Опинелях Это Известная Французская Фирма Деревянные Разного Размера От Шестерки Очень Островный Замок Замок Просто Гениальный Очень Островный Это Десятый Номер По-моему Да Десятый Десятый Номер Из Нержавеющей Стали И Немножко Мной Скажем Кастомизирован Под мои Предпочтения Скажем Я немножко Убрал Здесь носик Делал Такой Дроппоинт Небольшой Немножко Подточил Рукоять Многие Еще Проваривают Рукоять В масле Чтобы Не клинило В случае Сыревания Промокания Но вот Этот нож Я считаю Отличным Недорогим Который Тоже Можно Брать С собой Всегда Это Лучший Нож На Кухне Складной Вот Из тех Потому Что Всех Кому Из Знакомых Барышень И Мужчин Которым Я Дарил Этот Нож Десятка Двенадцатый Номер Они Даже Дома Его Часто Используют На кухню В качестве Кухонного Ножа На самом Деле Это признак Практичности Ножа Железобетон Если При При Все Надо Отметить Что Даже Будучи Тупым За счет Своей Геометрии Спуски В ноль От Обуха Он Все равно Продолжает Резать Мягкие Продукты Вот Считаю Что Один Из Самых Если Вы Думаете Что Подарить Человеку Которого Нет Который Не Нажиманный Да И Нажиманный Тоже Опинель Отличных Вариантах Там Можно Подобрать С дорогими Рукоятями Там Бубинга Там Еще Что Олива То Вот Это Один Из Самых Лучших Подарков Вот Это Вариант Номер Восемь Абсолютно Такой Же Тоже Катомизирован Ну Вот Опинель Они Выпускают Еще С Лезвиями Из Углеродки Которые Тоже Очень Хорошие Очень Резучие Те Кто Любит Именно Рез Углеродки Вполне Достоин А Это В том же Форм Факторе Поскольку Это Позиционируется Эти Ножи Позиционируются Как Ножи Садоводов Виноградарей В том Числе То Что У них Есть Модель Даже Со Штопором Может Даже Как Ни Куплю То Форм Факторе Вот Пила Полевая Такая Полевая Такая Маленькая Ну Это Скорее Даже Я Иногда На Даче В саду Деревья Опиливаю Когда Трудно Подобраться Куда Тик Очень Хороший Зуб Звой Возу С собой В рюкзаке Самурай Ну Самурай Это Полноценная Пила А Это Вот Такой Карманный Вариант Который Он Чуть Побольше Чем Пила Чуть Побольше Чем Пила На Всяких Разных Мультитулах Викторинокс Вазерман Такой Вариант Пилы Мне Вполне Нравится Я Регулярно Пользуюсь Даже Беру С собой Куда То В Поездки Даже На Отдых Кусок Деревяшки Красивый Отпилить Вполне Так Следующий Вариант Складных Ножей Это Наверное Следующих Вариантов Следующий Вот Знаменитый Нож Benchmade Скирмеш Сейчас Это Уже Раритет Фирмы Давно Не Упускает И Сейчас Может Найти Только На Вторичном Рынке За Немыслимые Деньги Порядка 300-400 Долларов Здесь Титановая Рукоять Титановые Плажки Frame Lock То есть Интегрированный Фиксатор Ножа И Сталь S30V Порошковая Брутальный Большой Нож При Этом При Тем Что У Меня Тогда Не Было Ни Одного Ножа Этой Фирмы Бенчмейт Поэтому Я Вот Да Я Даже Его Взял На Вторичном Рынке У Одного Известного Ножелюба И Из Герма Проживающего В Германии Такой Очень Известный На гонзе Человек Который Очень Любил Ломать Ножи Вот Это Один Из Несломанных Ножей Который Я У Него Приобрел Когда Он Решил С Расстаться Дальше Скажем Из Кладных Ножей Что Стоит Отметить Это Вот Неминитая Ред Фолдер Или В Просторечии Крыса Из Стали Аус 8 Это Одна Из Первых Это Абсолютно Точно Нож При Всей Своей Казалось Простоте Он Очень Удобный Вот Берешь Руки И Вот Как То Не Знаю Почему Ну Вот Надо Я Китайцы Делают Реплики Еще Что То Вот Это Один Из Тех Старых Ножей Еще Старых Крыс Да На Ганзе По Моему Самая Большая Ветка По Этим Ножам То Есть Вообще По Ножам Именно Ветка Посвященная Крысе Это Вот Там Уже По Моему Не Знаю Сколько Я Недавно Не Заходил Там Когда Помни Что Там За Тысячу Недорогой Там Даже Сейчас Он Стоит Там Придел Там Двух Пула Трех Тысяч Можно Купить В интернете Или Даже У нас И Действительно Удобный Узнаваемый Вот Когда Мне Не нужно Куда То Скажем Я Иногда Часто Беру С собой В те Поездки Когда Мне Нож Можно Потерять Скажем По Разной Причине Хотя Наверное Мне Уже Его Заслуженный Отдых Буду Брать Что Такое Более Другую Крысу Дальше Вот Из Тех Что Как Можно Пройти Мимо Это Модель Венгера Нож Венгер Модель Не скажу Какая Не помню Главное Что У нее Есть Стопор Для Меня Все Разные С Оттажи Они делятся На те У которых Есть Стопоры У которых Не Стопор Этот Нож Я Скажу Так Мне Не хотелось Много Предметника Потому Что Многопредметник У меня Был И есть На тот Момент Маленький А Вот На тот Момент Это Память Моей Поехали Командировки В Женеву Просто Я Из Первоисточника Да То есть Я приехал А там В каждом Лаке Лежат Вот Эти Вот Десятки Этих Ножей Причем Этот Нож С фиксатором Причем С хитрым Фиксатором Не каждому Нажимаю Но кто не знает Не каждый Понимает Как его Закрыть Потому Что Здесь Надо Надавить На этот Крестик То есть Не просто Как здесь Пытаться Можно Тут А здесь Нажимается На этот Сам И он Спокойно Складывается И вот Я специально Купил Такую Простую Модель С Длинным Клинком С штопором Естественно Со штопором Вот И на тот Момент Фирма Венгер По-моему Она заканчивала Своё существование Когда я поглотил Викторинокс Или Викторинокс Как правило Вот И поэтому Это осталось Как память Он у меня Лежит дома В коробочке Хотя Вполне себе Может быть Когда-нибудь Я его куда-нибудь Возьму Ну и Многопредметники Викторинокс Это Мне когда-то Подарили Такой Маленький Тоже Какое-то Временно У меня Жил в сумке Со всеми Своими Открывашками Отверточками Открывашки Кстати Великолепные Открывашки Хорошие Да То есть Надо Прилоровиться Здесь Пилочка Для настей Есть Да То есть Можно Даже Как отвертку Использовать Такой Простенький Ну это Какой-то Подарок Был Абсолютно Абсолютно Уместный Нужный И С шилом С теми Предметами Которые Необходимы Каждый День Сейчас Ну давай Да Вариант Полевого Складного Филейного Ножа Для рыбака Вот Это фирма Эко Шведская Нож Из По-моему Стали 12S27 По-моему Они делали Тогда На тот момент Это Нож Вот Эко Силет Называется По-моему Складной Причем Сейчас Эх продажи Уже нет Фирма Их давно Прекратила Упускать Можно найти Только На вторичной рынке И то с трудом Знаю Что сейчас Вот Я специально Искал И нашел Сейчас Только Где-то В Днепропетровске В каком-то Из магазинов С рукоятью Из бубинги Такой нож Продается Вот Но как его Оттуда купить Сейчас Проблематично С Украиной Здесь Фиксатор Бэклог Вот Точно Такие же Ножи Сейчас Делают Китайцы Абсолютно Такие же До мелочей И даже По-моему Рукоять Такая же Обрезиненная Выпускается Причем Стоит Это все 300 рублей Можно купить В Москве Но А вот Сталь И характер Клинка Уже Другая Здесь Сталь У китайцев Похуже Тоже Нержавейка Но у нее Немножко Более грубое Сведение И не такой Гибкий То есть Здесь все-таки Вот Нож Он гибкий Кончик Он как раз Именно для Качества Филейного Ножа Как бы Он Гораздо Предпочтительнее Ну вот Я его Сама Беру Как Складной Филейный Нож Либо Скажем Если Ехать В отпуск То Это Нож Для Резки Арбузов Дынь И прочих Очень удобных Длинный Узкий Клинок Вполне Ну вот К сожалению Их уже Не купить Дальше Можно А Вот еще Очень интересная Модель Которая Меня тоже Привлекла Своим У меня Не было Ни одного Фрикционного Ножа Это Ножа Так называем Фрикционным Клинком Это Нож Крестьянский Так называемой Фирмы Сворд Из Новой Зеландии Одно Время Одна Ножевая Фирма Сюда Завезла Тонну Наверное А потом Поскольку Они у нас Не получили Отстранения Она их Продавала Буквально Сто рублей Пучок Да То есть То что Я вот Тогда я как раз У них Это увидел И купил Углеродка Лезвие Конечно Тут Сведено В общем Достаточно Грубо Ну вот Скажем Такой Простой Вариант Такого Крестьянского Ножа Причем Они выпускались С рукоятями Различного Цветов Оранжевый Желтый Черный Синий Это известная Фирма В Новой Зеландии Вот Типа того Типа того Да Вот Такой Вот Вариант Причем С одноруким Открыванием Тоже Можно попробовать Его И вот Простой Абсолютно По-моему Еще Похоже Делают У японцев Классические Складные Ножики Вот Такой А заплывничок Что Вот Это Абсолютный Нож Китайский Фирма Китайская Изумительная Совершенно То есть Механика Безупречная Сталь Нержавейка Сведение Вот Не подкопаешься Я вот Даже Мне казалось Что на Некоторых Именитых Фирмах Бывают Больше Огреха Чем Вот На Этих Ножах Вот Причем Она Напоминает Чем То Дизайном Хотя Это Свой Дизайн У них Они Не Делают Ножи Под Своим Дизайном Хотя Что-то Отдаленно Напоминает Кершел Какой Одна Из Модель Вот Я Беру Вместо Крысы В гид Командировки Своей Дальше Обращаю внимание На китайский Рынок Ножей Здесь Наверное Стоит Ну Вообще Это Какая-то Это Другой Мир Совершенно Другие Цены Безукоризни Ну То есть Опять-таки Есть Несколько Уже Фирм Заслуживших Репутацию Которые С одной Стороны Делают Свои Ножи То есть Своим Дизайном Или Делают Реплики Из Ножей Известных Ножевых Мастеров И вот Одна Из Реплик Которую Я Решил Купить Это Реплика Широгоровской Сигмы Вот Такой Нож Из Стали Д2 С Плашками С Ж10 В общем Великолепный Нож Великолепная Механика Не Подкопаешь Титановый Спейсер В общем Вот Причем Там Ножей Я Как-то Вот Хочется И то И то И то Потом Понимая Что Зачем Ведь уже Есть И Пытаешь Себя Останавливать То Что Великолепные Ножи Делают Это По-моему Это Фирма Гринторм Вот Этот Нож Делала Причем Есть Как Из Стали Д2 Так И Стали М390 Хотя Вот Ценник Там Уже Приближается Достаточно Высокий Там Порядка 15-18 Тысяч Рублей Но Меня Останавливает Скажем Непонятность Термообработки Стали Насколько Китайцы С этим Справляются Нет Я думаю Что они Справляются Просто Насколько Они Оптимально Подходят К Этому Процессу То есть Можно Купить Дорогую Сталь Это Будет Именно Та Сталь Но Она Не Будет Оптимально Своей Китайской Термо Обработки Ну Вот Этот Нож Сейчас Ношу Собой В кармане Дальше Наверное Еще Стоит Останиться На Маленьком Ноже От Фирмы Фолтнивен Которая Тоже Хотелось Иметь Нож Этой Фирмы И Вот Здесь Ламинатная Сталь Ножик У2 Ну То есть Он Настоящий Фолтнивен Несмотря на Свои Габариты Да Это Настоящий Фолтнивен Причем Этот Нож Он То есть Это Как Маленький Вот То Что Ты Носишь В Носил Какое-то Время Нож Где-то В сумочке И Это Именно Как Скалпель Такой Вот Когда Нужно Что-то Очень Быстро И Точно Отрезать И Это Нож Для Аптечки Потому Что Очень Острый Очень Буквально Такой Вот Маленький Компактный Легкий В то же Да И Вот Скажем Серия Ножей Который Я Которым Я Испытываю Нежные Чувства Это Нож До Резки Картона Фирма Олфа Японская Фирма Лезвие Насчет Стали Не Помню Я Когда-то Пытался Выяснить Что Дедя Стали Ну В принципе Неплохая Нержавейка Тот Легкий Маленький Недорогой Со Сменными Лезвиями Лень Точить Затупил Купил Новое Это Хозяйственный Ботовой Нож Нож Для Резки Картона Эти Ножи Достаточно Популярные Такой Формат Ножей Судвигающих Причем Это Можно Даже Сделать Одной Рукой И В принципе Все Это Работает Такой Вот Резачок В Японском Стиле Для Резки У Меня Вот Этих Ножей Лежит По Разному Сумочками Карманом Десяток Во всяком И А это Вот Наши Китайские Братья Не брать Соседи Китайские Соседи Скажем Так Они Стали Делать Под эти Лезвия Ножики Из Титана Титанова Стоимость Стоимость Уже Кусается Честно Говорят Стоимость Очень Разная Там От Трех Четырех До Девяти Десяти Тысяч В Зависимости От Модели Титановая 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 Вот Эта Рыжая Это Тоже Нож Фирмы Уолфа Ее Можно Отнести К Складным Ножам Это Стропорез По Большому Счету То Он В каких-то Ножевых В каких-то Магазинах Торгующих Милитаристическим Всяким Барахлом Он Позиционировался Как Стропорез На Воен В Зеленом Оливковом Формате А Это Стропорез Который Не Не Он Может Для Еще Что-то Предназначен Но Это Висит У меня На Спас-жилете Когда Я На Рыбалке Или В лодке Спас-жилет Им Оказалось Очень Хорошо Обрезать Намотанные Сети На Матой Очень Неудобно Их Откуда В 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 Причем Лезвия Сменные Можно Либо Само Потащить Либо Если Сломал Поменять Вот Такой Удобный Рязачок Фирмы Олфа Это Не Темляк Это Просто У меня Привязан Спас-жилет Глеб А Вообще Мы С тобой Зачем Темляки Вообще С твоей точки Я Честно Говоря Не Очень Темляки Сам Темляк Хорош Для Маленького Ножа Для Каких-то Микрофиксов Когда У тебя Рукоятка Короткая А Хочется Что-то Подлиннее И Вот Здесь Темляк Он Еще Сплетенный Он В Какой-то Момент Как Продолжение Рукояти Выступает На Больших Ножах Я Считаю Это Излишество Это Больше Украшательство Ненужное Бусин И так Далее Я Для Себя Придумал Такую Схему Из Двух Бусинок Когда Ты Можешь Надев Ее На Других Зерси Темляков Я Для Себя Не Рассуд Собственно Говоря Тема Я Понимаю Что Тема Столных Ножей Она Фактически Бездомная Но Мы К ней Обязательно Еще раз Вернемся Так что До Встречи С Русским Охотничьим Журналом